Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим химический состав и свойства какао-масла. Прежде чем мы начнем, я прошу вас подписаться на канал и отправить донат на поддержку канала и его автора на карту Юмани. Отправьте столько, сколько вы можете не ущемляя самого себя. 50, может быть 100 рублей. Этого будет вполне достаточно и покажет, что этот канал нужен другим людям и вам. Основная масса какао-масла состоит из 3 глицеридов, которые, как известно, по химическому строению представляют собой сложные эфиры глицерина и жирных кислот. Особенности какао-масла, позволяющие отнести его к числу наиболее ценных пищевых жиров, определяются структурой 3 глицеридов свойствами составляющих их жирных кислот, так как трехатомный спирт глицерин одинаков во всех жирах. 3 глицериды какао-масла разнокислотны, то есть в них гидроксилы глицерина этерифицированы двумя или тремя кислотами. Например, триглицерид стеародиолеин или пальмитостеароолеин, дипальмитоолеин и другие. Таким образом, наименование триглицеридом дают в зависимости от состава содержащихся в них ацилов, остатков жирных кислот. При этом места расположения их в триглицеридах отмечают цифрами один, два, три соответственно обозначению гидроксильных групп глицерина. Как видно из приведенных формул двухкислотные триглицериды могут иметь два позиционных изомера. Первый несимметричный и второй симметричный. В первом изомере первое и третье положения заняты ацилами разных кислот. Во втором первое и третье положения занимают ацилы одних и тех же кислот. В какао масле примером симметричного триглицерида служат 1,3-дипальмито-2-олеин и несимметричного 1-пальмито-2,3-диолеин. В триглицеридах какао-масла находятся высокомолекулярные насыщенные нормальные кислоты с четным числом атомов. Пальмитиновая, стеариновая. Их количество в процентах соответственно 24,4 или 35,4. В незначительных количествах в какао-масле обнаружены другие насыщенные жирные кислоты. 1,3% арахиновой, 0,2% меристиновой, следы лауриновой, гепатодекановой. Больше всего в какао-масле олеиновой кислоты 38,1%. Это ненасыщенная кислота с одной двойной связью. Немногим более 2% линолевой кислоты, имеющей две двойные связи. В виде следов содержится линолиновая кислота, у которой имеются три двойные связи. Следует отметить, что содержание кислот в триглицеридах какао-масла не является строго постоянным, колеблется около определенного среднего значения. На колебания в содержании кислот в какао-масле оказывают влияние различные факторы. К которым можно отнести климатические условия, а особенности почвы в местах произрастания какао-бобов, сортовые различия и т.п. При исследовании жирно-кислотного состава какао-масла, извлеченного из какао-бобов, произрастающих в странах Западной Африки, а также на островах Фернандо-По и Новая Гвинея, содержание пальмитиновой, стеариновой, олеиновой или нолевых кислот колебалось с разницей примерно в 2%. В зависимости от того, какие жирные кислоты и в каком сочетании они образуют триглицериды, различают три насыщенные, три ненасыщенные, динасыщенные, мононенасыщенные, мононасыщенные, ди ненасыщенные, типы триглицеридов. Эти наименования упрощаются при следующих сокращениях, принятых сейчас повсеместно в химии жиров. Насыщенные кислоты обозначают латинской буквой С, ненасыщенные буквой У. Тогда три насыщенные и три ненасыщенные глицериды можно обозначать как три С или С3, или 3У или У3 соответственно. Остальные типы триглицеридов, ди насыщенные, мононенасыщенные, мононасыщенные, ди ненасыщенные обозначают учитывая места расположения отсылов, остатков кислот 1, 2 или 3, определяя таким образом позиционно-типовой состав триглицеридов. Многочисленные исследования состава какао-масла показали, что жирные кислоты какао-масла распределены в триглицеридах неравномерно. Центральное место, то есть положение 2, занимают 90% олеиновой кислоты. Содержание пальмитиново-истиариновых кислот в положении 2 примерно одинаково и не превышает в среднем 2% каждый из них. Количество линолевой кислоты в положении 2 равно 6%. Вместе с линолевой учтена и линоленовая кислота. Основное количество отсылов насыщенных кислот распределяется в крайних положениях глицеридов какао-масла, то есть в положениях 1 и 3. Ненасыщенные кислоты занимают положение 1 и 3 в незначительных количествах. По данным Верещагина, преобладание в положении 2 ненасыщенных кислот отображается на позиционно-типовом составе 3 глицеридов какао-масла, который образуется по приведенным выше обозначением типов 3 глицеридов СУС, ССУ, СУУ и т.д. в процентах от суммы 3 глицеридов какао-масла. Для облегчения начальных представлений, характеристика позиционно-типового состава и далее позиционно-видового состава какао-масла приводится в подробных и сокращенных наименованиях. В позиционно-типовом составе 3 глицеридов какао-масла больше всего 3 глицеридов типа 3УС, 1,3Д насыщенные, 2 мононенасыщенные. Намного меньше 3 глицеридов СУУ, 1 мононасыщенный, 2 3Д ненасыщенные. Их количество 78 и 16 процентов соответственно. Содержание остальных 3 глицеридов ССУ-1,2Д насыщенные, 3 мононенасыщенные и УСУ-1,3Д ненасыщенные, 2 мононасыщенные незначительно. От десятых долей процента до полутора-двух процентов. Не превышают полутора-двух процентов и доля 3 глицеридов ССС и УУУ, 3 насыщенные и 3 ненасыщенные. Позиционно-видовой состав 3 глицеридов жира отличается от позиционно-типового тем, что в нем приводится наименование жирных кислот, составляющих тот или иной тип 3 глицерида, а также центральные или крайние положения целых этих кислот в молекуле глицеридов. Содержание 3 глицеридов в позиционно-видовом составе также дано в процентах от суммы 3 глицеридов какао-масла. Для удобства прочтения наименования кислот принято сокращение П-пальмитиновая, С-стеариновая, О-алииновая, Л-линолевая. Величина содержания 3 глицеридов типа СУС в какао-масле наибольшая и, как указано ранее равна 78%. Она определяется в позиционно-видовом составе из суммы следующих 3 глицеридов. Трехкислотные 2 олеопальмитостиарины в двух изомерах СОП и ПОС в сумме СОП и ПОС составляют 53% от всех 3 глицеридов какао-масла. Двухкислотные симметричные 3 глицериды СОС и ПОС в сумме составляют 25% от всего количества 3 глицеридов какао-масла. В 3 глицеридах СОУ содержится примерно в равных долях СОО и ПОО. Общее содержание этих 3 глицеридов 16%. Приведенные 6 3 глицеридов составляют основную массу какао-масла превышая 90% состава. Остальные 3 глицериды представлены в десятых долях процента. ПЛП, СЛС, ПЛО, столько же и 3 стеарина и 3 пальмитина. От 1 до 2% падает на долю каждого из остальных 3 глицеридов СПС, СЛО, СЛП, СПП. Приведенные величины содержания 3 глицеридов какао-масла как в позиционно-типовом, так и в позиционно-видовом составе могут несколько изменяться в зависимости от изменений жирно-кислотного и глицеридного состава, который часто определяется происхождением какао-бобов, возможно, в известной мере и различием методов анализа, применявшихся исследователями. Зависимость состава 3 глицеридов какао-масла от места произрастания какао-бобов представлена на экране. Несмотря на очевидную разницу в содержании всех приведенных в таблице глицеридов какао-масла из какао-бобов различного происхождения, необходимо отметить характерное для какао-масла при обладании пальмитостеароалиина. Этот 3 глицерид показан в сумме СОП и ПОС, так как места расположения пальмитиновых и стеариновых кислот в данном случае не учитывались. К числу отличительных особенностей какао-масла следует отнести стойкость к действию кислорода воздуха, способность к продолжительному хранению без проявления признаков прогоркания. Причина стойкости какао-масла заключается в наличии в нем сильного антиокислителя, состав которого не уточнен. Полагают, что антиокислительные свойства проявляет хлорогеновая кислота. Предполагают также, что преимущественное содержание у ациллов, ненасыщенных в положении 2, а в положениях 1,3С ациллов, насыщенных, служит биологической защитой какао-масла против химического окисления. Интересный опыт для подтверждения этого предположения приведен Верещагиным. Какао-масло подвергали переэтерификации. Переэтерификации называется реакцией обмена между разными сложными эфирами. Ее можно провести между 3 глицеридами. В результате этой реакции было нарушено исходное строение какао-масла, при котором у ациллы в основном находятся во втором положении и очень мало их количество содержится в первом и третьем положениях. Нарушение исходного строения привело к тому, что химическое окисление переэтерифицированного какао-масла оказалось более ускоренным, чем для жидких масел, содержащих в один и три положениях многооциллов ненасыщенных кислот. Структура глицеридов СУС и при обладании их какао-масля оказывает значительное влияние на физико-химические и структурно-механические свойства какао-масла. Три глицериды типа СУС образуют однородную клеточную решетку, что приближает какао-масло по свойствам к веществам с однородным составом. Температура плавления какао-масла определенная при полном расплавлении 33-36 градусов Цельсия близка к температуре плавления три глицеридов типа СУС, в частности два олеополимитус теоринов, температура плавления которых по данным Раппопорта 34,5 градуса Цельсия. При комнатной температуре эти глицериды твердые. В составе три глицеридов имеются и высокоплавки, например 1,3-дистеаро-2-пальмитин с температурой плавления около 60 градусов Цельсия. Наряду с высокоплавками есть и жидкие. При комнатной температуре три глицериды это 1-стеаро-2-линолео-3-олеин, 1-пальмито-2-линолео-3-олеин и 3-олеин. По-видимому указанные три глицериды как высокоплавкие, так и жидкие при комнатной температуре вследствие их малых количеств незначительно влияют на температуру плавления какао-масла и его твердость. Плавление какао-масла в узком интервале температур, который лишь немного ниже температуры тела человека, обуславливает немажущуюся поверхность какао-масла отсутствие салистости. Температура застывания какао-масла немного ниже температуры плавления вследствие способности какао-масла к переохлаждению. Близость температуры плавления и застывания определяет сравнительно небольшие затраты холода в охлаждающих шкафах и кристаллизацию какао-масла при затвердевании шоколадных изделий. Содержание твердой фазы какао-масла в зависимости от температуры исследовано Нормановой. В интервале температур от 18 до 20 градусов Цельсия доля твердой фазы достигает 70%, уменьшаясь с повышением температуры. Предельное напряжение сдвига какао-масла при 20 градусах Цельсия равная 400 паскаль характеризует большую твердость какао-масла при комнатной температуре. Вследствие высокого содержания в шоколаде какао-масла, свойства последнего отражаются на качестве шоколада. Немажущиеся поверхность и легкое таяние шоколада во рту при отсутствии салистости, твердость и хрупкость шоколадной плитки при комнатной температуре служат неотъемлемыми показателями шоколада, которые обусловлены свойствами какао-масла. Какао-маслу присущие полиморфные свойства, имеющие важное практическое значение в технологии шоколада. Полиморфизм какао-масла вынуждает усложнять процесс изготовления шоколада, вводить специальную подготовительную к формованию операцию темперирования и применять сложные темперирующие машины В одном из других видео, которые есть на канале, мы с вами рассматривали модификации шоколада альфа, бета, бета штрих, гамма и так далее. Говорили о том, какая из них является наилучшей для формования шоколадных изделий. Полиморфные свойства какао-масла, как и многих других веществ, проявляются в способности к образованию нескольких кристаллических модификаций, обладающих неодинаковой устойчивостью. Образующиеся модификации называют полиморфными формами, а явление их образования – полиморфным превращением или полиморфизмом. Известны два вида полиморфных превращений – энантиотропные и монотропные. Энантиотропные превращения обратимы. Полиморфные формы могут взаимно переходить друг в друга при повышении или понижении температуры системы без расплавления, то есть в твердом состоянии вещества. При условии постоянства внешнего давления, например, при атмосферном давлении полиморфные формы при определенной температуре имеют одинаковую упругость пара. Поэтому одинаково устойчивые находятся одна с другой в равновесии. Эта температура называется точкой превращения или перехода. Изменение температуры, при которой сохраняется равновесие системы в том или ином направлении приводит к нарушению равновесия. При температуре выше точки перехода устойчивой становится одна из форм. При температуре ниже точки перехода – другая форма. Примерами обратимых полиморфных превращений может служить полиморфизм азотно- и серно-кислых солей калия, рубидия, цезия, азотно-кислотного аммония и других. Среди многочисленных органических соединений аморфные превращения четырех хлористого анилина. Необратимые полиморфные превращения, называемые монотропными, характерны для подавляющего большинства соединений жирного ряда с длинной цепью. Три глицериды природных жиров и в их числе три глицериды какао-масла способны к монотропным превращениям. В случае монотропного полиморфизма нет точки перехода. Упругости пара различных по устойчивости форм никогда не становятся одинаковыми. Во всей области твердого состояния возможна только одна стабильная устойчивая форма, другие всегда неустойчивы. При кристаллизации монотропных веществ стабильная форма получается не сразу. В начале образуется самая неустойчивая форма, обладающая наибольшим запасом свободной энергии. Она переходит через ряд образующихся все менее неустойчивых полиморфных форм с постепенной деградацией энергии в конечную устойчивую форму. Таким образом процесс монотропного полиморфного превращения протекает согласно правилу Освальда с первоначальным образованием неустойчивых форм, которые Освальд назвал мета-стабильными. Физико-химические свойства у полиморфных форм три глицеридов не одинаковые. Они различаются по кристаллической структуре, температуре, плавлении, плотности и другим свойствам. Начиная с низких температур плавления в порядке ее возрастания полиморфные формы обозначают греческими буквами гамма, альфа, бета, штрих, бета. Первые три нестабильны. Вполне стабильна только бета-форма. Она наиболее высокоплавка из всех. Температура плавления бета-штрих формы три глицерида находится между температурами плавления бета- и альфа-формы, гамма-форму. Некоторые исследователи считают аморфной стеклообразной. По другим данным, лишенные кристаллической структуры гамма-формы в действительности не существуют, признаются только альфа-бета-штрих и бета-формы, которые кристаллические формы. Различия в структуре и свойствах их можно определить с помощью рентгеноструктурных, спектрографических и иных прямых методов анализов кристаллов. В расплавленной массе три глицерида находятся в жидком состоянии. Образование кристаллической структуры из хаотически расположенных молекул, находящихся в твердом движении, затруднено. Необходимым условием построения кристаллической структуры из расплава является его охлаждение. При достаточно низкой температуре охлаждение тепловое движение замедляется, что способствует сближению ацилов и возникновению связей между молекулами под влиянием сил межмолекулярного воздействия. На концах молекул альфатических соединений находятся так называемые концевые группы – полярная сложная эфирная группа на одном конце, неполярная метильная на другом. Углеродные цепи при кристаллизации располагаются параллельно, образуя за счет водородных связей полярных групп парные молекулярные слои. Пары молекул, сомкнутые сложно эфирными полярными группами, построены в кристаллах в ряды как в плоскостях, так и по вертикали. Неполярные концевые метильные группы ацилов, глицеридов каждого ряда находятся в плоскостях охраничивающих ряды пар молекул по вертикали. Расстояния между плоскостями метильных групп называются большим интервалом. По величине большого интервала можно определять число углеродных цепей, составляющих один большой интервал. По данным Тютюнникова, в аднокислотных насыщенных триглицеридах большой интервал эквивалентен в длине двух молекул их жирной кислоты. Такую структуру называют структурой двойной длины цепи. Для большинства трех кислотных насыщенных триглицеридов и всех олеодинасыщенных большой интервал оказывается кратным трем длинным цепей. Структура тройной длины цепи. Наряду с большим интервалом, который измеряется сотнями нанометров. Кристаллическая структура триглицеридов характеризуется малыми интервалами. Они определяют боковые расстояния между углеродными цепями. Малые интервалы зависят от упаковки молекул, которые не одинаково у различных полиморфных форм. Значение малых интервалов не превышает 0,4-0,5 нанометров. Направление олефатических цепей к плоскостям метильных групп может быть вертикальным или наклонным под различными группами. Величины этих углов также являются характеристиками кристаллических полиморфных форм. Рентгенограммы показали, что перпендикулярное расположение молекул к метильным плоскостям, угол наклона 90 градусов, характерно для альфа-формы. Различные углы наклона цепей определены для бета-штрих и бета-форм. Чем меньше угол наклона, тем больше контакт между концевыми полярными группами. Становится более прочная водородная связь, что приводит к повышению устойчивости полиморфных форм, к более плотной упаковке цепей. Полиморфизм какао-масла проявляется, как уже указывалось, в монотропных превращениях с образованием полиморфных форм, аналогичных приведенным ранее. Исследователи продолжали работать над установлением количества полиморфных форм. В литературе имеются указания на образование в какао масле шести кристаллических полиморфных форм. В связи с увеличением набора полиморфных форм принимаются обозначения их цифрами от одной до шести, вместо применения букв греческого алфавита, как это было ранее. Гамма-форме соответствует цифра 1, альфа-форме цифра 2 и так далее. Обнаруженные новые формы являются промежуточными, так называемые субформы, между кристаллической формой альфа-формы бета-штрих. Им соответствуют цифры 3 и 4, бета-штрих-форме соответствует цифра 5, а стабильной бета-форме цифра 6. Также в литературе по результатам исследований указываются точки плавления полиморфных форм. Таблицу вы сейчас видите на экране. Скорость полиморфных превращений зависит от скорости охлаждения расплавленного какао-масла. Самая неустойчивая полиморфная форма обнаруживается при быстром, резком охлаждении расплава какао-масла. Дальнейшее превращение неустойчивых форм происходит при нагревании. Полному переходу к устойчивому полиморфному составу способствует выдерживание при постоянной температуре. Эти условия учитываются в задании режимов темперирования шоколадной массы. Стабилизация системы сопровождается сокращением объема. Робопорт установил, что плотность затвердевшего какао-масла при 15 градусах Цельсия составляет 977 кг на метр в кубе, а расплавленного какао-масла при 35 градусах Цельсия – 906 кг на метр в кубе. Простым расчетом можно показать, что объем 100 грамм какао-масла при 35 градусах Цельсия такой, а объем 100 грамм твердого какао-масла при 15 градусах такой. Следовательно, при охлаждении 100 грамм какао-масла от 35 до 15 градусов Цельсия его объем уменьшается на 8 кубических сантиметров. В шоколаде какао-масло содержится более 30%, поэтому сокращение объема шоколада при переходе его из жидкого состояния в твердое составляет приблизительно от 2 до 2,5 кубических сантиметров на 100 грамм шоколада. Это способствует легкому извлечению шоколада из форм. Сокращение объема какао-масла обусловлено его кристаллизацией в стабильной бета-форме, наиболее плотной из всех остальных полиморфных форм. С точки зрения характера смеси триглицеридов какао-масла относят к твердым растворам. Твердые растворы, затвердевшие сплавы триглицеридов, имеют однородную кристаллическую структуру, образование которой зависит от значительной взаиморастворимости компонентов сырья. Глицериды могут смешиваться и в твердом состоянии, если кристаллические структуры компонентов близки. У глицеридов это условие выполняется при разности длины углеродных цепей не более чем на два атома углерода. А отличие температуры плавления компонентов на 25 градусов Цельсия. По данным Фалько не более чем на 30 градусов Цельсия. Твердые растворы, согласно данным Чутюнникова, образуют в смеси 3-пальмитина с 3-стеарином, 1-3-дипальмита-2-стеарина с 1-3-дестеара-2-алиином и 1-3-дестеара-2-алиина с 3-стеарином. В литературе есть и указания на то, что твердые растворы 3 глицеридов сохраняют тип полиморфизма, присущий индивидуальным 3 глицеридам. В этом видео мы рассмотрели химическое строение и состав 3 глицеридов какао-масла, а также 4 основные формы альфа, бета, вета штрих и гамма. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok